Добрый вечер. Когда в прошлом году начался франкфуртский автосалон, для увеселения этого события к главному входу подъехал владелец BMW, шестерка, купе, достаточно дорогая машина в очень хорошей комплектации. Он достал кувалду и, приговаривая, что меня это настоящее немецкое качество уже достало, при этом он не был русским, он был немцем, он эту машину разбил. После чего пришла полиция и его поздравила. Человек был доведен до полного отчаяния, неспособностью концерна BMW, во-первых, устранить дефекты этого автомобиля, во-вторых, в целом отношение бренда к себе. Это была немецкая страница, которая очень сильно изумила Европу, которая на BMW не ездила и была полностью воспринята с пониманием теми людьми, которые на BMW ездят по Европе. В нашей стране BMW представляет BMW Rusland и у нас есть специальный завод, который делает автомобили марки BMW, автотор в Калининграде. И вот выясняется, что здесь очень много подводных камней, которые в состоянии довести любого нашего клиента, как раз до той ситуации, в которой оказался немецкий владелец очень престижной машины, шестерки BMW, купе. Для того, чтобы разговор состоялся и он был максимально объективным, я пригласил Василия Мельникова, директора по корпоративным коммуникациям BMW Rusland. Василий Мельников от боя уклонился, сообщив, что он полон решимости объяснить, насколько блистателен бренд BMW в нашей стране, но, к сожалению, корпоративные правила ему не позволяют этого сделать. К телефону он на всякий случай не подходит, общаться с ним удается только при помощи смс. Я направил ему официальное письмо, я его не только пригласил к нам на эфир, но ему были направлены вопросы четкого юридического характера. Он подтвердил получение этого письма и пообещал, что до эфира письмо будет нам предоставлено, что сделано не было, поскольку BMW полагает, что если они, как нашкодивший мальчик в детском саду, спрячутся в шкафу, то пожар, видимо, обойдет их стороной. Павел Конкин, владелец BMW X3, добрый вечер. Добрый вечер. Роман Земсков, владелец BMW X6, добрый вечер. Добрый вечер. Антон Незвецкий, юрист, который в том числе эту коллизию с юридической стороны нам сейчас расскажет. Ну, Павел, так как вы наслаждались качеством BMW? В конце 2011 года я приобрел новый автомобиль BMW X3 производства завода Автотор в Клининграде, как вы уже говорили. И буквально спустя полтора месяца с того, как я приобрел этот автомобиль, с ним начались технические проблемы. Первая проблема это было то, что в салон во время движения стали поступать выхлопные газы. То есть на машине невозможно было нормально ездить, соответственно, со всеми вытекающимися... Любая немецкая машина имеет право быть Газвагеном по отношению к русскому человеку. Да, в принципе... Это историческая традиция. Это факт, да, исторический. Газвагены по нашей стране ездили. Совершенно верно. Но, тем не менее, здоровье не позволяло мне как бы очень долго это терпеть, да. И спустя третье мое обращение к официальному дилеру BMW, группы компаний Независимость, они только начали вникать в эту проблему. Причем после того, когда я уже написал письмо в центральное представительство BMW AG в Мюнхен. После этого по цепочке оно вернулось сюда и начали хоть какие-то меры предпринимать. Вот. Проблему удалось решить. Обнаружили, что какая-то копеечная прокладка отсутствовала в моторе между катализатором и коллектором двигателя. Из-за этого, соответственно, выхлопные газы все в салон шли. Вот. Устранили этот дефект, но насладиться не удалось все равно как бы нормальной эксплуатации автомобиля, потому что спустя несколько месяцев появились очередные проблемы. Это скрип рулевой колонки. Вода начала затекать в багажник в момент морки. Дожди пошли нормально. Да, совершенно верно. Пошли дожди. Вот. И еще там ряд небольших проблем, которые дилер, соответственно, когда я к нему приехал, тоже начал устранять по гарантии. Но, как оказалось, это еще были цветочки. Основные визиты уже через еще буквально несколько месяцев произошли. Это когда мотор начал работать уже со звоном на новой машине. Там пробег был порядка десяти тысяч, когда мотор начал звенеть, рахтеть. Дизельный? Дизельный мотор двухлитровый. То есть, как оказалось, это врожденная проблема моторов BMW двухлитровых. Сам концерн BMW регулярно делает мероприятия. Отзывные компании? Ну, для нашего рынка нет. Для западного – да. Для нашего – нет. У нас об этом, скажем так, не говорят. Да. То есть, только по настоянию клиента, если он приезжает, обращает внимание и начинает это делать. Соответственно, мне перебрали мотор. Попутно мне заменили систему рулевого управления. Она стучать начала на новой машине. Заменили передние пружины. Как оказалось, они были из какой-то бракованной партии, и машину при прямолинейном движении все время вправо утягивала. Ну, по-мужски было бы налево, а тут все было очень целомудренно. Да, да. Но, тем не менее, как бы сделали комплекс мероприятий. Вот этот весь ремонт занял 48 дней в группе компании «Независимость», опять же, официального дилера. Соответственно, я хочу еще подчеркнуть, что во время всех этих ремонтов ни разу не выдавались никакие документы по ремонту. Почему? Ну, как мне объясняли сотрудники групп компании «Независимость», у них положено выдавать только ксерокопию заказ снаряда. Это той бумаги, по которой я сдаю им машину, где указаны мои пожелания или мои жалобы. Вот. Мотивировалось это тем, что, так как гарантийный ремонт оплачивает представительство БМВ, то, соответственно, мне, как клиенту, не обязаны они давать документы. Но если я хочу получить эти документы, я должен написать заказное письмо. Тогда они мне, возможно, ответят. Да, Антон? Да. И это несмотря на то, что у нас уже много лет существует 20 статья о законной защите прав потребителей, в которой введен специально третий пункт. Я говорю об этом, потому что сам участвовал в разработке этих поправок, в частности, вот этого третьего пункта 20 статьи о законной защите прав потребителей, где прямо указано, что полномоченная организация после гарантийного ремонта должна выдавать документ со сведениями о этом ремонте. То есть, там должно быть указано, с каким недостатком человек обратился, да, сколько автомобилей ремонтировали, то есть, когда начат ремонт, когда окончен, какие запчасти применены, какие расходные материалы использованы, да, и когда фактически товар выдан из ремонта. И, тем не менее, БМВ игнорирует... Это обязанность, установленная российским законом о защите прав потребителей. И БМВ игнорирует закон нашей страны. Ну, по-видимому, да, потому что... Причем дилер или представительство, или они оба по обойду сговору? Я думаю, они совместно в связке, потому что, когда я обращался с представительством, да, с описанием этой ситуации, мне официальный представитель, руководитель клиентской службы группы компании БМВ России, официально заявил, что такого быть не должно, дилер должен предоставлять документы. Но, тем не менее, он мне сказал, что рычагов воздействия у него никаких нет на официального дилера. То есть, я могу только в частном порядке пытаться от дилера добиться выдачи этих документов. То есть, это ваша проблема? Да, совершенно верно. Это проблема клиента того, кто купил премиальный автомобиль БМВ. То есть, если клиент купил по ошибке БМВ и хочет, чтобы по отношению к нему работал закон Российской Федерации, это его личная проблема, которую он должен пробивать сам? Видимо, да. Вот такая позиция этой компании на нашем рынке. Вот. И после окончания вот этого ремонта, длительного, 48 дней, когда я машину все равно забрал, то есть, хотя я по закону уже мог воспользоваться правом на замену автомобиля на качественный, я забрал автомобиль так, как планировал на нем дальше ездить, эксплуатировать. Он мне нужен. Какая наивность. Да, совершенно верно. Вот. И спустя буквально 6 тысяч километров я отъездил на нем, у меня в движении отказала система рулевого управления. То есть, это когда гидросилитель руля отказал в движении. То есть, машина стала неуправляемой. Хорошо это было на небольшой скорости и достаточно такой второстепенной дороге. Вот. Я опять обратился к этому же дилеру с этой же проблемой. И, соответственно... То есть, не к киллеру, а к дилеру? Да. Соответственно, случай опять признали гарантийным. Мастера мне заявили при передаче машины им, что это достаточно распространенный дефект. То есть, это, ну... Уже все об этом знают. Партии рейк часто бракованные идут. Компания BMW за весь период существования этой модели X3 уже выпустила шестой вариант этой рулевой рейки электрической. И до сих пор проблему решить не могли. Вот. В момент того, когда я машину отдал к официальному дилеру, я им написал претензию о том, что я не планирую дальше эксплуатировать этот автомобиль и хочу воспользоваться своим правом замены автомобиля на аналогичный нормального качества, который я мог бы нормально эксплуатировать. Но, соответственно, на эти бумаги, на мои обращения, я получил ответ от BMW России о том, что они не имеют никакого отношения к моей машине. Ни как производитель, ни как представительство, ни как уполномоченное лицо, ни как импортер. Есть официальная бумага, где написано, что BMW не имеет отношения к BMW. Да, совершенно верно. У меня есть официальная бумага, я даже ее с собой принес. Помимо этого, даже я забегу вперед, что когда я уже обратился в суд, и в суде была озвучена та же самая позиция юристами BMW России. Нас уверяли, что никакого отношения мы к автомобилям, произведенным за автотор, не имеем. Это позиция юриста BMW Руслан Трейдинг. Совершенно четко озвучено. Итого, мы делаем вывод, что BMW сумела доказать непричастность к автомобилям, произведенным на заводе «Автотор». Совершенно верно. То есть «Автотор» в данном случае это такая, видимо, самодельная фирма, которая, как артель напрасный труд, в лабазе созидает из непонятно откуда взятых машинокомплектов машину, не имеющую никакого отношения к BMW. И при любом обращении последующего счастливого клиента есть шанс получить точно такой же ответ. BMW не имеет отношения к BMW. Нет, я даже внесу поправочку. Нам было озвучено, что компания BMW Руслан Трейдинг покупает у заву «Автотор» автомобили BMW, потом перепродает их официальным дилерам, и они уже доводят до конечных потребителей. И оплачивают им все гарантийные ремонты дилерам этим. Но если эти машины не имеют никакого отношения к BMW, на каком этапе на них появляется логотип BMW? Об этом мы как раз после новостей на самом интересном месте послушаем еще более увлекательные новости. Мы продолжаем разбираться в том, откуда в нашей стране берутся контрафактные BMW, не имеющие никакого отношения к BMW, тайком от концерна, произведенные на какой-то маленькой фабрике, где-то там на окраине империи в Калининграде. Причем, когда по этому поводу я с Василием Мельниковым, директором по корпоративным коммуникациям BMW Руслан Топщался и звал его в эфир, и он счастливо избежал этой возможности, он как раз считал, что есть только один Евгений Шоурбин в Казани, у которого подобная ситуация была доведена до суда. И с точки зрения Мельникова, представителя BMW, всего-навсего один клиент единожды доказал в суде коллизию эту и выиграл суд. Только вот именно поэтому у нас здесь в эфире как минимум двое тоже выигравших суд, и еще восемь человек готовых позвонить в эфир и рассказать, как они тоже общались с BMW. Но, Павел Конкин, Ваша история. Продолжаем слушать с замиранием сердца. Да, значит, мы остановились на том, когда я машину отдал в группу компании независимости, официальному дюйеру BMW, с очередной проблемой с рулевой рейкой, когда она отказала у меня. Значит, при передаче машины я заявил, что хочу воспользоваться своим правом на замену автомобиля по закону, как он позволяет мне. Просил никакого ремонта с машиной не делать, об этом я указал в заказ наряде, который при оформлении был выписан мастером. Там это все указали. Тем не менее, группа компании независимости по собственной инициативе отремонтировала машину, ну как они мне потом заявляли, что они отремонтировали машину. Предложили мне приехать ее забрать, прислав мне телеграмму, достаточно такую грозную, что если я не заберу машину в двухдневный срок, с меня будут взимать плату за хранение у них автомобиля в размере четыре с лишним тысячи рублей в сутки. Это они в заказ наряде прописывают для каждого клиента, кто сдает машину в ремонт. Если не заберете в назначенный срок, будете вот такие деньги платить. А то есть группа компании независимости оказывает на самом деле еще платные услуги по хранению автомобилей? Да, причем по такой цене очень высокая. Я так подозреваю, что возможно во время хранения ее там шампанским моют. Других объяснений у меня нет. Все-таки четыре тысячи рублей в день брать. Ну у людей свой бизнес в конце концов. Да, а люди же вынуждены к дилеру ехать, да? Им же в условиях гарантии прописывают необходимость обращения к официальным дилерам. Строго к официальным дилерам. Кстати, странно, могли бы ехать сразу на автоторг? Да, в Калининград отправлять машину за свой счет. Ну там прокладочку поменять, которую забыли на заводе поставить. Ну вот, соответственно, когда я уже на тот момент обратился к юристу, так как уже ситуация такая была достаточно непонятная для меня, вот, обратился к юристу, и мы с юристом поехали с представителем моим в эту группу компании независимости, к официальному дилеру. В момент, когда мы приехали туда, мы попросили выдать опять документы, подтверждающие, если вы сделали ремонт, предъявите, пожалуйста, эти документы, какие, что, какой ремонт был проведен. Также, когда нас подвели к машине, мы обнаружили, что на машине появились повреждения, которых не было на тот момент, когда я машину им передавал. Били шампанским? Видимо, да, потому что на лобовом стекле скол откуда-то появился, и рулевое колесо, которое обшито кожей, повредили. Вот эту обшивку кожи, ее царапали, чем-то затерли, и протерли, я так понял, каким-то растворителем в итоге. Вот, на что мастера группы компании независимости пояснить ничего не смогли. Они только сказали, что, как бы, да, мы видим, что дефекты эти появились, откуда они появились, мы не можем сказать. Так как время уже было вечернее, они мне предложили брать быстрее машину и уезжать отсюда. Документы выдать они опять отказались, причем мы, как бы, это все они на диктофон озвучили. И мастер заявил, что документы не может выдать именно потому, что указание такое представительство БМВ получило. А мы сейчас как раз послушаем пленку по этому поводу. Оригинал заказ снаряда с выполненными работами. Никакой ничего, а почему? Представительство, так говоря. Какое представительство? БМВ. В общем, если вы, Гид, эти вопросы решать хотите, то не со мной, пожалуйста, вы подписываете документы, то, что вы забираете машину и уезжаете. Это был момент общения с официальным представителем дилера, который ссылается на БМВ Руслан. Совершенно верно. Ну да, обратите внимание, он говорит про представительство, но я так понимаю, что речь идет именно про вот это ООО. БМВ Руслан Трейдинг. Совершенно верно, да. Именно они представляют интересы этого бренда, но не завода, как выяснилось. Скажем так, представляют где? Говоря об этом широкому кругу, в суде же они заявляют совершенно иное. А что они заявляют в суде? А в суде они заявляют, что они никакого отношения к этим автомобилям, произведенным в Калининграде, не имеют. И уполномоченные организации у них в России отсутствует. Вот это, кстати, очень важный момент. Мы столкнулись в суде с заявлениями о том, что ни группа компаний «Независимость», ни другие дилеры, официальные компании БМВ, не являются уполномоченными организациями. Что такое уполномоченная организация? Это та компания, которую производитель, иностранный в данном случае, наделил соответствующими функциями и дал полномочия на удовлетворение требований потребителей. Ну, допустим, на гарантийный ремонт. Это очень серьезный такой статус, да, который как раз-таки необходим для российского потребителя, чтобы он мог обоснованно на территории России предъявить претензию по качеству иностранного товара. Так вот, получается, что таких уполномоченных организаций в России в отношении этих автомобилей нет. По крайней мере, я так понял позицию представителей официальных дилеров. Совершенно верно, да. То есть, в итоге получается, что, во-первых, машину делают неизвестно кто, непонятно на каком основании, продают ее, тем не менее, через организации, не имеющие к Брэду БМВ никакого отношения, но заставляют туда ездить на ТО и ни в коем случае не пускают на порог, если вы приезжаете туда с претензием и стремлением обменять машину на товар надлежащего качества. Совершенно верно. Причем это четкая позиция официальных дилеров, потому что мне в тот момент, когда я подал исковые заявления, а мне пришлось даже два заявления исковых подать, одно это принуждение группы компаний независимости к выдаче документов по проведенным всем ремонту по моей машине. Это заказ снаряда, что ли? Совершенно верно. А дилеру нужно получать полагающийся по закону заказ снаряд по суду? Совершенно верно. И на данный момент, даже имея на руках решение суда уже о том, что они обязаны выдать документы, вступившие в силу, с 2011 года с конца я так и не получил еще ни одного документа от них, официально оформлено надлежащим образом. Вот такая ситуация достаточно интересная. То есть у вас вне зависимости еще будет один раунд? Это первое исковое. А второе исковое заявление? Второе исковое, это уже по, изначально оно было по замене автомобиля на качественные, но так как все проигнорировали ответственные стороны, это BMW Россия, завод Автотор, завод Автотор вообще, кстати, не ответил ни на одну мою претензию, ни на одно мое заявление, то есть как будто они не имеют отношения даже к моему автомобилю. А может, и не имеют? Может, его делали в соседнем дворе? Вполне возможно, да. И так как они это все оставили неотвечено в мою сторону, и вынудили меня забрать автомобиль, и по совету, кстати, своего юриста, я автомобиль забрал на эвакуаторе, так как я не был уверен в том, что машина исправна. Плюс меня очень смутила фраза мастера, когда он мне сказал, что этот дефект достаточно известный. На мой вопрос я говорю, вы документы мне не даете, как я буду сейчас машину эксплуатировать? Я поеду, и что-то случится сейчас на дороге, у меня откажет усилитель руля. Мастер мне сказал, вы просто аккуратно едете, не превышайте скорость, чтобы, не дай бог, не попасть в ДТП. Может, поживете еще. Да, совершенно верно. Ну, как бы вот такая позиция меня немножко не убедила, соответственно, я вызвал эвакуатор, забрал машину на эвакуаторе. Как оказалось, не зря, так как при последующих перемещениях машины, когда мы забрали машину на эвакуатор, система рулевого управления опять отказала. То есть вот эти все ошибки вылезли на компьютере машины, и, соответственно, усилитель руля отказал. То есть руль не работал. Руль не работал. Как не бились, как они не чинили его тайком от вас без заказа снаряда, так починить они его не смогли. Не смогли починить. И в итоге, чем закончились все эти судебные разбирательства, кроме того, чтобы BMW доказала свою полную непричастность к производству товара в Калининграде? Ну, тут еще маленькую ремарочку я хотел вставить, потому что был интересный момент. Я по собственной инициативе, уже находясь в судебной тяжбе, провел независимую экспертизу этого автомобиля. Причем в рамках этой экспертизы мы к другому дилеру Борисхов ездили, BMW, и там проводили диагностику вот этой системы рулевого управления. И этот дилер зафиксировал, что автомобиль неисправен. Требуется замена системы рулевого управления. Ввиду там определенных причин, там появилась коррозия в разъемах, и само рулевое управление стало неисправным. Но, тем не менее, как бы вот эти противоречивые данные в суде групп компании независимости автотуры и BMW уверяли, что машина исправна, и им непонятно, почему я ее не эксплуатирую. А другой дилер официальной BMW утверждал обратное. Но суд... Нет, нет, я внесу небольшую коррективу. Они как раз-таки все объединенно намекали суду, что именно Павел взял, налил в контакты воды, для того, чтобы эти контакты закорродировали, вот этих разъемов рулевой рейки, да, и впоследствии проявился вот этот дефект. Вот на самом деле было это так. Совершенно верно, да. В суде их позиция выглядела именно так. Но позиция Борис Хоффа и экспертизы свидетельствовала об обратном. Да, но Борис Хоффу это не помешало в суде отказываться от своих вот этих заказнарядов диагностических. То есть они утверждали обратное. То есть вот бумага написана о том, что дефект есть, машина неисправна, но они все равно как бы утверждали обратное, что вероятно они ошиблись, вероятно они... То есть они два раза назад ремонтировали эту рейку по гарантии, да, а в третий раз они сначала заявили, что дефектов в принципе нет, да, но потом, когда все-таки судебная экспертиза еще раз подтвердила, что есть этот недостаток у автомобиля, да, дефект производственный характер. И не имеет к Павелу Конкину никакого отношения. Да. Абсолютно. Нарушение эксплуатации никаких. Они уже убеждали суд в том, что эксперт не прав, и на самом деле во всем виноват Конкин, который, наверное, самостоятельно подливал воды в эти контакты, чтобы они закорродировали. Ну там было много версий, что я ее хранил чуть ли не в глубокой луже, чуть ли не устраивал ралли на ней, в ДТП регулярно попадал, то есть... На самом деле я могу сказать, что Павлу повезло еще в очень важном моменте с экспертом, который проводил судебную экспертизу, да, попался добросовестный эксперт, который очень внятно, доходчиво объяснил, что здесь и почему именно производственный характер носит этот эффект. Иначе вот вдохнулся бы человек самостоятельно, без такой вот поддержки, с четырьмя юристами, да, от ответчиков и третьих лиц, плюс их техническими специалистами, да, там в совокупности против Павла выступало порядка десяти человек, кажется. Вот. Если бы он был один, ну, честно говоря, не знаю, как бы все закончилось. А закончилось как? Закончилось, что суд в течение десяти с лишним часов разбирался с моей ситуацией, и судья приняла решение в мою пользу. Завод Автотор должен выплатить мне деньги, уплаченные мною за этот автомобиль, забрать, соответственно, этот автомобиль себе, вот. Ну и небольшой штраф они еще должны там заплатить, неустойку небольшую. А в совокупности сколько рублей получилось? Ну, пока то, что озвучено было, неустойка сто тысяч рублей, моральный вред двадцать тысяч рублей. И стоимость машины? И стоимость машины миллион девятьсот пятьдесят. Замечательно. Первый лифт на новости. У меня замечательная бумага в руках. О, BMW Ruslan Trading не является продавцом, в скобочках, изготовителем, импортером или уполномоченной организацией вашего автомобиля BMW X3. Мы не имеем юридических оснований для рассмотрения вашего требования о замене транспортного средства или возврате денежных средств. Надеемся на ваше понимание с уважением ООО «БМВ Ruslan Trading». Филиппов специалист по борьбе с претензиями клиентов. О правосе, на самом деле. Это официальный документ из «БМВ», из которого следует, что они не имеют ни малейшего отношения к тому, что творят люди в Калининграде. Опять же, если мы говорим об этом ООО «БМВ Ruslan Trading», честно говоря, функции их в таком случае непонятны. Ведь на слуху все люди, кто обращался к дилерам официальным, они слышали, что это представительство «БМВ». И, дескать, они решают все вопросы. Это же организм такой, мало ли крестьянин не разобрались. То есть, что нет, что они полностью открещиваются от машин произведенных, машин «БМВ», произведенных на заводе «Автотор», по крайней мере. Кстати, да, странная ситуация. Тем более, они на сайте у себя официальном, они постоянно информацию выкладывают о том, что «Автотор» выпускал 40 тысяч, 60 тысяч, 80 тысяч. И все они «БМВ». Там же 100 тысяч «БМВ». Нет, там на сайте они пишут, что это именно автомобили «БМВ». И они благодарят всех за достигнутые успехи, за качество хорошее этих машин. Ну вот, на самом деле, очень печально, что в России нету уполномоченной организации от компании «БМВ». Таким образом, да, раз «БМВ Ruslan Trading» не хочет в таком статусе выступать. Но, кстати, документы, подтверждающие вот эту позицию, мы так и не получили в суде. Ну, судья предложила им представить все-таки договор, ну, или какой-то документ, подтверждающий их взаимоотношение с заводом «Автотор», от чего они отказались, заявив, что мы не обязаны предоставлять подобные документы. Вот так как это коммерческая тайна, да, если не ошибаюсь, такая была позиция. Ага, совершенно верно. Вот. Соответственно, с такой же мотивировкой было отказано в предоставлении документов, подтверждающих взаимоотношения с «БМВ» и «АГ». Вот. Ну, и все это, в общем-то, дает нам вот основание сейчас предполагать, что уполномоченной организации компании «БМВ» в России нет. Именно в том юридическом статусе, который вот устанавливает закон о защите прав потребителей. И это очень печально, потому что такая норма вводилась в закон как раз-таки для того, чтобы иностранные изготовители открывали здесь свои уполномоченные организации для того, чтобы рассматривать претензии российских граждан по качеству поставленных товаров. Вот такой крупный концерн, видимо, этого не сделал. Занимается, на самом деле, в особых крупных размерах. Вот мне тут навеяло как раз квалификационные признаки 159-й статьи, потому что обман и злоупотребление доверием, оно как раз здесь четко вытанцовывается. Это и есть злоупотребление нашим с вами доверием. Это уже требует правовой оценки несколько в другом русле, в уголовном праве. А еще у нас Роман Земсков. Роман, а у вас какая машина? Тоже калининградская ХЗ? Ну, я как бы купил нормальную машину, нормальную BMW, она произведена в Америке. Но проблемы, с которыми я столкнулся, они были те же. То есть мне не могли починить машину с тех пор, как я ее приобрел. Модель какая у вас? У меня BMW X6 была, которая была произведена в США. Ну, поскольку все X5 и X6 производятся там, за исключением калининградских? Да, да, да. За исключением калининградских. Ну, вот мне посчастливилось купить американскую. И как бы, во всяком случае, представительство за эти машины отвечает. И в суде не говорит, что оно не имеет отношения к этим машинам. А у вас тоже суд был? Да, у меня был суд. Значит, спустя пять лет после владения этой машины, после трех лет судебных разбирательств, я, наконец, выиграл свой суд. И, значит, вот перед Новым годом в первой инстанции мне присудили, как бы, победу. Значит, я получу деньги, наверное, если, значит, не оспорят в эпиляции это решение за машину. Вот. Ну, и также мне присудили очень большие компенсационные. Тут неустойка в размере 50 тысяч. Вред морального вреда – 3 тысячи рублей. Судья? Да, 3 тысячи рублей за три года судебных вот этих вот всех дел. И штраф – 20 тысяч рублей. И штраф 20 тысяч рублей – это Союзу потребителей Российской Федерации. Вот. Ну, машина моя сейчас стоит 4 миллиона 700 по конфигуратору BMW и по официальным запросам. Значит, опять же, суд мне присудил только ту сумму, которую я платил в 2008 году. Это 4 миллиона 21 тысяча рублей. То есть, срезали все, что можно и как можно. Ну, и все, с чем я столкнулся вот в процессе в этом, это, в принципе, все то же самое, что говорил Павел. То есть, это не выдача документов изначальная, ни под каким соусом, ни под каким предлогом. Нам удалось эти документы получить только по прямому судебному запросу. То есть, их даже эксперту при проведении экспертизы не выдавали. То есть, только прямой судебный запрос позволил нам получить документы, на основании которых уже эксперты смогли написать обоснованное заключение, подтвержденное документами этими. И как бы стала проблема достаточно понятна уже и для суда, и для всех. И на основании этого уже мне удалось выиграть. А так, до этого меня три года просто туда-сюда кидали, и я ничего не мог сделать. То есть, это были просто различные отмазки, и я не мог ничего доказать. Вот эта юридическая коллизия, она на самом деле преследует BMW в нашей стране, начиная с 2002 года. По крайней мере, история юридических разборок началась в 2002 году в Казани. И вот уже тогда было отмечено, что не клиент должен бегать между двумя, тремя, четырьмя, пятью организациями и выяснять, кто же здесь, в каких паровых отношениях с кем находится, и что является надлежащим основанием для удовлетворения клиента. И эта ситуация с 2002 года, у нас сейчас на дворе уже 2014 год, проигнорирована полностью, что говорит о отношении к людям в нашей стороне, как к клиентам далеко не равноправным клиентам в остальных странах. Конечно, ведь это требование закона о защите прав потребителей, прежде всего, предоставить человеку информацию о том, кто является изготовителем, кто является импортером, кто продавцом и кто является уполномоченной организацией, чтобы человек мог знать, куда он будет обращаться для проведения гарантийного ремонта, и потом ему не скажут, а где это вы проводили этот ремонт? Мы не имеем никакого отношения к этим компаниям, и не имеем никакого отношения к тому, что они там понаделали, как это пытались доказать представители завода Автотор, вот в деле Павла. Да, ну у Павла было непонятно, откуда взявшийся завод Калининград. Роман, у вас на самом деле какая-то дальняя Америка, а истинные BMW бывают только немецкими, за исключением того несчастного немца, который разбил кувалдой свою шестерку перед французским автосалоном. Он-то ее точно не в Америке брал, и уж точно не в Калининграде. Да, ну у меня, правда, другая коллизия тоже случилась. Значит, официальный дилер Азимут СП, который был, он, значит, был в ЗАО все время, пока, значит, длился там первый процесс и так далее. И вот недавно, когда у меня уже как бы дела пошли на поправку, они поменяли форму собственности и стали ООО, как бы практически не имеющими отношения к ЗАО. И даже не правоприемникам. Да, и не правоприемникам, вот. А как бы вот получается, что после того, как я сумел доказать, мне опять же некому предъявить претензии, фактически. И они автоматически сразу же получают дилерство БМВ. То есть они были за Азимут СП, стали ООО Азимут СП, но то, что они являются дилерами БМВ, на это никак не влияет. И БМВ Руслан Трейдинг раздает это дилерство, рулит всем рынком, ставит сигнализации Цезарь Сателлит, который просто, вот как раз у меня, скорее всего, все проблемы были из-за этой сигнализации Цезарь Сателлит, которую они туда ставят. В обязательном порядке. Да, в обязательном порядке они ее туда вкорячивают. Называют спутниковой противоугонной системой. Вот, и как бы обязывают потребителей платить за это. То есть примерно, я как раз машину покупал тогда, когда было у них пограничное состояние. Они сначала добровольно, значит, потребители призывали ставить эту сигнализацию, а потом они стали обязательны. Вот меня 700 евро заставили доплатить, когда я покупал машину вот за эту сигнализацию, которую я не активировал, ничего. Но вот в экспертизе как раз выяснилось, что из-за этой сигнализации идут все вот эти вот поломки, во-первых, а во-вторых, она просто сажает аккумулятор, то есть аккумулятор отдает только в 10 раз больше, чем если бы этой сигнализации не было, если бы были бы только штатные сигнализации. Это, значит, экспертами установлено, доказано и показано в суде. Ну, она же спутниковая, нужно все-таки до космоса дораться, конечно. При том, что она к спутнику отношения не имеет, поскольку она не GPS, а на GSM. Она работает по тем же самым каналам, по которым... Я бы еще хотел обратить внимание, как людей воздействует вот этим словосочетанием официальный дилер. Что такое официальный дилер вообще? У нас нет такого юридического понятия в законодательстве. По сути, говорит, нечто абстрактное, потому что полномочия вот этого дилера, они все равно будут определены в договоре между, допустим, импортером и вот этой вот организацией, которая торгует и обслуживает автомобили. То есть, исходя из вот этого договора, мы только можем понять, какие функции она выполняет, какие полномочия ей даны, и можно ли ее отнести к уполномоченной организации. А только именно вот такой статус дает нам возможность предъявлять соответствующие претензии. БМВ это учитывает, судя по тому, как они доказывали в суде свою непричастность к этому явлению. Они, видимо, это прекрасно поняли, что лучше бы не подпадать под действие закона о защите прав потребителей. Ну, по крайней мере, они пытаются сейчас вот такую позицию в судах продвинуть. Но могу сказать, что в деле с Павлом у них это не получилось. Мне тоже так показалось. Потому что вот тот первый процесс, который Павел прошел и выиграл, да, по предоставлению информации о проведенных ремонтах, он как раз-таки закончился выводом суда, что, ребята, если вы чините по гарантии, то давайте и выполняйте требования закона о защите прав потребителей. Вот коротко так судья сказал. Так я, помимо этого, я хотел бы тоже добавить, что во время моих взаимоотношений с дилером независимости я же обращался неоднократно в Роспотребнадзор, который дал официальное заключение о том, что они нарушают закон о защите прав потребителей, и они обязаны выдавать на эти документы. Роспотребнадзор их оштрафовал дважды. Правда, сумма штрафа там, конечно, достаточно мизерная была для официального дилера, но тем не менее. И на основании этих бумаг я их тоже в суд предоставлял, как бы это явилось тоже дополнительным основанием для принятия в суде решения, что они нарушают действительно этим закон. Хотя в суде они пытались озвучить такую позицию, что они не обязаны вообще мне предоставлять документы, так как не я оплачиваю эти гарантийные ремонты, а их оплачивает БМВ Россия. И у них существует даже не дилерский договор, а вот звучала такая фраза, подрядный договор. Подрядный договор, да. И, соответственно, по этому договору БМВ Россия и официальным дилерам БМВ. И несуществующим по статусу официальным дилерам у них существует договор подряда. Подряда, да, на основании которого они оплачивают гарантийные вот эти все ремонты. И при этом получается, что клиент, владелец машины не является заказчиком данных работ, поэтому, в принципе, никто не должен уведомлять его о том, чем все это закончилось. Совершенно верно. Но вот даже в тех ксерокопиях заказ-нарядов, которые мне выдавали, в заказчиках указан именно я был. И суд тоже усомнился и сказал, если вы говорите, что договор подряда оплачивает БМВ Россия ремонты, зачем тогда заказ-нарядах, вот в этих копиях даже, вы вписываете именно Конкину Павлу Николаевичу? Ну, это они учтут на будущее, я думаю, если они собираются дальше продвигать вот такую вот схему вывода отношений из-под действия закона о защите прав потребителей. Видимо, в следующий раз они подкорректируют, и уже больше не будете вы заказчиком там фигурировать. Видимо, да. Но получается, что они уже 10 лет занимаются игнорированием закона о защите прав потребителей, и на протяжении всего этого периода не имеют никакого отношения к автотору, у них нет официальных дилеров, и чем они занимаются непонятно. При этом любого клиента они обязывают исполнять несуществующие правила, идти к якобы официальному дилеру, относить туда свои деньги, в том числе обременяют требованием поставить Цезарь сателлит, который не имеет отношения к спутнику и может очень серьезно испортить машину, и вообще все в целом это похоже на многоходовую комбинацию по обману и злоупотреблению доверием, а не по представительству интересов бренда и удовлетворению клиентов и его законных интересов. Совершенно верно. Причем налицо даже какой-то видимо внутрикорпоративный сговор существует, ну признаки все есть налицо, и я думаю это уже предмет дальнейшего разбирательства антимонопольной службы, куда я думаю мы бы тоже направим жалобы. Обязательно. Перерыв на новости, потом продолжим. Меркнет потихоньку светлый образ безупречного немецкого бренда BMW в нашем эфире. Ну да, конечно, Павел и Роман столкнулись с этой маркой и отношением таким к ним первый раз, а я поскольку профессионально занимаюсь такими делами, то я вижу это далеко не первый раз. Например, позапрошлом году у меня была тоже история со сгоревшей BMW X6, которая будет практически новой, нет, самопроизвольно загорелась. Человек находился в салоне машины, практически на глазах возгорание произошло. Вот, ну, вы знаете, представители BMW в суде пытались доказать, что это он сам поджег. Ну, Павел у нас сам контакты там замыкал. Судя по истории с Павлом, это у них, в общем-то, позиция такая целенаправленная. Вот, и я в ходе процесса нашел на сайте Американской национальной администрации безопасности дорожного движения сообщение о том, что машины с такими подобными двигателями в США отзывались из-за опасности возгорания. Я эту информацию принес в суд, вот, ну, на что услышал ответ, что, дескать, ну, это США, там машины другие. Вот, ну, никто так и не смог объяснить, в чем же различие между моторами, которые, наверное, в США вот представлены, да, моторы вот по объему, по типу полностью соответствовали друг другу и тому, который у нас был в России. Отличие очевидное. Американцы горят сами, а нам нужно было дождаться, когда клиент запалит его непосредственно своими руками. Ну, самое главное, что, когда мы направили претензии в тоже BMW Russel Trending в отношении этой машины, сгоревшей, она была импортером, как раз-таки, поскольку и завозила на территорию России, да, они даже не пожелали разобраться как-либо и провести какую-то экспертизу, чтобы понять, от чего машина стоимостью более 6 миллионов самопроизвольно загорелась. От спички? От чего же еще? И чем все закончилось? Ну, закончилось тем, что с них взыскал Московский городской суд. Все-таки стоимость этого автомобиля полностью выплатили человеку, купившему. Ну, соответственно, все штрафные санкции. Слушайте, вот вы трое присутствующих здесь в студии уже получили с BMW больше 10 миллионов рублей в совокупности. Да еще ничего не получили. Вы выиграли дел на 10 миллионов. Пока, да, пока на бумаге. У нас на связи Наталья. Наталья, добрый вечер. Добрый. У вас вроде тоже BMW, надлежащего немецкого качества? У меня BMW, ну, не немецкого качества, а производство завода Автотор. А что, на заводе Автотор нет немецкого качества? Ну, не знаю, если оно вообще немецкого качества, есть такое сейчас понятие. И что у вас произошло? У меня из автомобиля уходил антикриз. Мы его долго ремонтировали, потом представители компании, ну, моего дилера официально стали утверждать, что я его сама спускаю. Антикриз. В итоге я подала в суд, выиграла. Суд решила, что я его не спускаю. То есть она была приведена, экспертиза, вот, собственно говоря. Но в ходе судебного разбирательства дилер начал такие действия, они очень хорошие производители. Он сменил свою организацию, значит, переместил в Хабаровск. Там ее присоединил к фирме помойки, а делский открыл совершенно новую, которая не является правоприемником старой. Наталья, минутку. Хабаровск, это вы в Москве разбирались с хабаровской фирмой? А как называлась ваша контора Никанора? Первоначальная? Да. Она и сейчас называется Азимут СП. Она это когда называлась? И она стала Хабаровской? Ну, ЗАО Азимут СП стала Комсорожском на море, да. А ООО Азимут СП, водник, вот, на старом месте, как бы, в первозданном виде, в 2012 году. Хотя на сайте у них написано, что они существуют с 2002 года. А, то есть обманывают опять-таки? Ну да, потому что тут же они переместили в Хабаровск. И в порядке реорганизации присоединили к другой совершенно организации, которая, ну, фирма-однодневка, скажем так. Скажите, Наталья, а в процессе разбираясь, то в суде, когда доказывали, что вы на самом деле террористка и пьете тасол ночами, они смогли вам доказать, что эта машина не имеет отношения к БМВ? Дело в том, что я подавала в суд не к представительству, а я подавала к дилеру. И представительству БМВ я вообще не привлекала, только писала им письма. Они мне отвечали, что очень сожалеют о произошедшей ситуации, но ничем помочь мне не могут в данной ситуации, потому что не имеют никакого влияния на дилеров своих. Притом, при всем, что БМВ, представительству, мне говорила, что новое ООО Азимут СП является правоприемником старого Азимут СП, хотя по документам из ЕГРУЭЛ-выпидки этого не так. То есть они обманывали заведомо, вводили в заблуждение потребителя. У меня есть письма все подтверждающие. Наталья, и чем все закончилось, кроме того, что вы узнали для себя много нового? Я получила деньги и вернула автомобиль. А теперь вы ездите на велосипеде? Нет, я езжу на автомобиле в Гольво. А, то есть вы решили, что хватит калининградского качества, лучше шведское? Ну, не знаю. Сейчас для меня важно, что машина вообще ездила. Она не дынилась, не приходилось мне постоянно заливать антифриз. Вам выплатили сполна или тоже пару копеек зажали? Нет, выплатили все как по суду. Причем суд мне присудил штраф. Мособлсуд все оставил в силе, все штрафы, все-все-все. И мне выплатили все вплоть до 10 копеек, которые там были в конце. Наталья, вы знаете, представительство БМВ, с которым я общался по поводу сегодняшнего эфира, утверждает, что у них всего лишь был один суд. И когда я им сказал, что, например, присутствующий у нас в эфире Павел Конкин у них выиграл тоже еще один суд, они мне сказали, нет, ничего подобного, он не выиграл. Может быть, у них все-таки есть ощущение, что все это как-то снаряды мимо них? На их облаке ничего подобного не происходит? Я сама отвозила письма от представительства, и я отвозила, и еще у моего же дилера еще два человека выиграли суд. То есть мы действовали сообща, нас было трое. Одна машина была 750 ли, вторая была их шестая. Вот мы все выиграли. Может быть, в связи с этим дилер решил так поступить. И все они тоже писали в представительство, все отводили под подпись, понимаете? Не просто там почтой, а приезжали на Ленинградское шоссе и отдавали. Поэтому я не знаю, может быть, они их не читают, конечно. И все три выиграли, и все три получили деньги? Да, все все получили. Да, вы знаете, учитывая сумму возмещения, можно было бы переехать и в Комсомольск-на-Амуре всей конторой, это точно. Потому что это несколько миллионов. Ну да, это было около 13,5 миллионов. Блистательная сумма. Хотя бы и мы считаем, что ничего подобного нет. У нас на связи Александр. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр, вы счастливый обладатель BMW, у которого на крышке багажника неприлично написано ХЗ. Ну, можно сказать и так. Если быть точным, то моя жена владелец. И что у вас произошло, кроме того, что у вас счастливая жена и замечательная машина? Из того, что на скидку приходит в память, два ярких случая, которые характеризуют нынешнее состояние дел в концерне BMW, были два крупных обращения по гарантии. Первое – это по замене датчика топлива, и второй – по замене рулевой рейки. Почему я остановился именно на этих двух случаях? Объясню немножко подробнее. Во-первых, проблеме по датчику топлива. Мы обращались к разным дилерам. Точно сейчас не вспомню, но три или четыре мы их сменили. Ни один проблему решить не смог. И только когда мы уже пошли по второму кругу, когда уже сами настояли на замене самого датчика непосредственно, только тогда эта работа была произведена. До этого пытались менять приборную панель, меняли прошивку, меняли еще что-то. А по колесу стучали? Из чего можно сделать вывод, что у наших дилеров, к сожалению, нет никакого абсолютно регламента по решению типовых проблем с автомобилем. Так у BMW официального дилера нету ни одного? Нет, ну официальные дилеры, они вроде как есть. Статус только очень странный, неопределенный. Да, полномочия какие-либо. Александр, а вам выдавали заказ снаряды по выполненным работам? Заказ снаряда нам выдавали в конце, правда это была всего лишь актерокопия, без каких-либо печатей, которые указывали бы на их достоверность. Но ваше дело закончилось тем, что вам машину починили и сказали большое спасибо, или это имеет какое-то дальнейшее продолжение? Нашу машину по топливному датчику ее так и не починили, то есть эта проблема до сих пор существует, но здесь скрывать не буду, уже скорее сами отказались от решения этой проблемы, потому что стали ее решать. А по рулевой рейке, ну правда тоже пришлось поездить по разным дилерам, мастера выражали субъективное мнение, что они ничего не слышат, но потом проблема эта была решена. То есть замена осуществили, но опять же спустя некоторое время. У вас машина калининградская? Нет, американка. То есть американцы на самом деле имеют точно такое же качество, как и машины, сделанные в нашей стране? Скорее, если быть точным, американцы тоже имеют некоторые проблемы, но на мой субъективный взгляд, все-таки американская сборка получше, чем наш Калининград. Ну да, хотя бы так. Мы видим картину, которая на самом деле характеризует ситуацию с BMW в нашей стране довольно в грустных тонах. Такое ощущение, что все-таки у представительства есть очень серьезные проблемы с работой в рамках российского законодательства. Антон, резюмирующая часть. Ну, печально, что такая вот гарантийная политика в России по отношению к российским потребителям. Хотя мы по количеству покупок автомобилей этой марки, наверное, только может от Германии отстаем, да, от Америки. Ну мы в сказке верим. По крайней мере, мы достаточно много покупаем этих машин, вот, однако, к сожалению, вот этот момент никак не отражается на качестве общения с нами, с российскими клиентами. Вот, и как мы видим, что соблюдать закон о защите прав потребителей особо-то не желают они. Вот, поэтому, ну что, значит, остается одно бороться продолжать в судах по вот каждому конкретному такому делу. Вот, идти людям в суд добиваться, чтобы им возвращали деньги, меняли эти машины. Вот, как-то так. И будем надеяться, что будут штрафовать суды вот таких вот производителей, таких вот дилеров, да, которые не хотят соблюдать закон. У меня такое ощущение, что в нашем разговоре слово BMW до сих пор очень странно звучит в устах, потому что вроде мы как про Жигули говорим. Вот это вот отношение клиента, вот этот уровень качества обслуживания и состояние дилерской сети наталкивает на мысль, что ничего подобного, в принципе, не могло бы быть с приличной фирмой, которая своим имиджем и репутацией дорожит. Ну, о чем говорить даже в советское время, любая автовазовская станция, да, ставила штамп о проведении гарантийного ремонта и какого в сервисной книжке. Всем спасибо, BMW, ждем вас на эфир.